Всем привет! Сейчас на рынке есть такой фотоаппарат как Canon RP. Этот фотоаппарат является полнокадровой беззеркальной камерой, которая может как делать фотографии, так и записывать видео. Если с фотографиями никаких вопросов нет, то с видео есть некоторые вопросы. В инструкции прописаны следующие параметры. Камера может писать при помощи объективов полнокадровых, то есть EF или RF. И пишет она с полного кадра, она пишет у нас без каких-либо проблем. А с кропа она у нас пишет с закорючки. Но при этом с полного кадра я могу писать Full HD или HD видео, то есть 1080p и 720p. И 4K могу писать с полного кадра, но только там будет в кроп режим, переходит камера. Но что касается, если я использую EFS объектив, то там я буду писать уже с кропа. И при этом, к сожалению, если я использую EFS объектив, то я пишу еще только HD видео. Увы, Canon RP плохая камера в том, это у меня кот орет, что она не умеет писать, точнее в ней заблокировали запись Full HD видео и добавили плохое HD видео при использовании кропнутых объективов. И переключить это никак нельзя. То есть какой-нибудь хороший кроп объектив я не смогу использовать, чтобы писать Full HD. Минус. Плюс еще у этой камеры есть так называемая стабилизация видео. Так, кадрирование видео, ну вот это если я не решусь приключиться, но при этом получу HD видео. И цифровая стабилизация видео. Как работает цифровая стабилизация видео? Часть картинки как бы обрезается и за счет того, что оно шевелится, то оно как бы стабилизируется видео. Ну, я сделал несколько видеороликов на разные объективы. Это я сделал, вот, кропнутый, тестировал. Первое, что интересно, сколько сильно картинка, вот, Full HD, у нас обрезается до формата кропа. Вот. То есть, то, что у них написано в инструкции, ну, в инструкции, ну, примерно понятно. Вот так. Сколько тут на самом деле коэффициенты, что в инструкции, ничего нет. Конечно, можно поверить другим, но давайте посмотрим, что все-таки по правде написано. И самое главное, как сильно цифровая стабилизация, вот эта вот, она обрезает картинку. Для этого, собственно, я сходил на Дворцовый мост. Сейчас это Дворцовый мост. И оттуда сделал запись, направляя объектив на фундскамеру. Фундскамера, это такое вот здание, очень интересное. Если вы не были в Питере, рекомендую вам ее посетить. Вот, собственно, сейчас у нас человечек накрыгнет на мост. Оп. Собственно, вот здесь Дворцовый мост. Вон она, консткамера. Вот. Правда, баланс белого вообще угашен. А я вот стоял вот... Так, вот на этом месте. Вот отсюда, собственно, снимал консткамеру, ну, как объект, на основе которого будем смотреть, что, как и что. Там я буду балаболить. Все. Сначала я думал, сначала балабольство, потом вот это вот ролик обсуждения. Но решили сначала ролик обсуждения. И мы замерим, как сильно кропается. Ну, собственно, наложим в стоп-кадр друг по дружку и посмотрим, как сильно оно обрезается. Плюс, собственно, что из чего получается. Ну, и для этого сначала возьмем уже готовое видео. Вот оно у меня. Я использовал Windows Star 52. Это стандартный, древний, фулл-фрейм объектив. Windows Star 52. Windows Star 50-2. Ну, собственно, вот его обзор на родожили. Этого чудесного блинчика. Да, маленький компактный объектив. Смотрится забавно, смертон, на любой камере. Для чего я его взял? Потому что 50 мм. Ну, как известно, всем известные полтинники. Но и в первую очередь еще оно идет... Ну... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Забавная фотография. И в первую очередь данный объектив Еще идет собственно полтинник Ну и так как у меня Нету 50 1.8 СТМ, вы денег нет, мы держимся Поэтому 50 мм, чтобы стандартно Без вопросов, фоллфрейм объектив Взял Индустар 52 Как-нибудь на полтинник накоплен Ну и вот Собственно, записал я видео На Индустар, дальше 18.55 Еще взял, это у нас Тот же стандартный объектив Который у меня шел с 200D Вот на 200D сняты Это вот фотография, правда тот объектив Фетомброн СМАЗ-400 И еще Sigma 30 мм Ну собственно, основные все замеры Сейчас сделаем по Индустару А если вам все интересно, вы можете Сказать, собственно, в чем смысл Про Sigma, ну про Sigma пару кадров Все равно сделаем Видите, Sigma пишет У нас подкроп Она пишет С виндеткой Видите, виндетирование То есть, с полного сенсора Я получаю картинку с виндеткой Но Если я использую эту сигму С улучшенным цифровым зумом Который больше кропает картинку То вы видите, что виндетирование пропало Вот это вот без цифрового Не цифровой зум Цифровая стабилизация Это улучшенная цифровая Просто цифровая стабилизация Еще есть виндетка И улучшенная цифровая стабилизация Где виндетка почти полностью пропадает Только когда я двигаю камеру резко То там, где я вот как бы сдвигаю Картинку Там виндетка появляется Собственно, тут тоже есть попытка во всех режимах Последние, что как бывает И это будет уже после этого слова Балабось Ну, собственно, сейчас я на слове индустара Я вот тут Сделаю скриншоты Поэтому мы ускоряем видео Пока я делаю скриншоты И потом все это забрасываем в программку Где это все сравним И так Появляется вот здесь у нас стрелочка фастфорвард А я этим самым сохраняю скриншоты У нас предоставляется ускорение И смотрите, еще и сейчас сделать следующее Взять кроп 100% от 4К То есть 4К это у нас как FullHD умноженное на 2 И сами понимаете, что можно спокойно 4К кропнуть в 2 раза Получив FullHD как бы пиксель в пиксель Ну и вот, собственно, вопрос Насколько оно тоже и по качеству И по тому и посему И по детализации Потому что если у вас не 4К монитор А только FullHD То по соответствии детализации Не всегда получается Ну и плюс другой момент Насколько же оно как обрезается И это мы тоже сохраняем Ну и кроме, ну, собственно, что у нас описал 1855 Это я, собственно, добавлять даже не буду В это сравнение, ну, вы можете сами понять Да, собственно, мне очень посмешило Как роллер шаттер сыграл Смотрите на вертолетике Это так вот сыграл роллер шаттер Ну, я, конечно, все понимаю Ну, посмотрите, вертолетик Да, вот такой вот прикольный вертолетик получился Но я еще возьму вот эту вот сигму В чем именно момент про сигму А смысл в том, что хоть это и у нас кроп-объектив Но данный кроп-объектив Интересен тем, что как и большинство Вот таких вот неродных кроп-объективов Хоть они и дают картинку не по свиньетке Но их можно вот так вот При помощи цифровой стабилизации Все равно использовать на полном карте Да, конечно, хорошо купить нормальный объектив Но при возможности, допустим, ну, использовать Хоть как-то таблики Допустим, вот это не если я добавить Суховой стабилизации Если картинка хуже не становится То почему бы и нет Собственно, получили мы скриншоты Теперь эти скриншоты мы берем Теперь запускаем программку В которой будем все это сравнивать Ну и, собственно, там все это сравним Что лучше, что хуже И кого, чего, как, кого По размеру Сейчас это все загрузится у меня И опять будет сейчас Фастфорвард Пока я тут все это буду обрабатывать Скринни будут приложены отдельно Вы можете их посмотреть Так, ну, где у нас Собственно, бросаем сам основной Это у нас фоном будет Ну, а сейчас все остальное Назабросим уже Как И тут запускается Фастфорвард Фастфорвард Так, ну, собственно, я взял подготовку Везде добавил, как бы, границы Ну и, собственно, сейчас мы будем При помощи масштаба Все это уменьшать Так, чтобы, ну, вы видите Вот наложение Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Забавно, что как Крок накладывается И будем примерно Пытаться все это Уменьшить подразмер С того, что у нас есть Ну, а потом посмотрим Какого размера Какой слой будет Собственно, уменьшаемся Подгоняем Подогнал я все картинки Вот, примерно, один и тот же размер Что снималось Подные точки На минштативчике И что мы получили Мы получили Мы получили вот такую вот Страшную картинку Где у нас Каждый кадр является Частью Насколько что Мы кропали От того, что видно На Индустар Сейчас я наложу Еще сюда Один интересный Кадр Там у меня Сравнение Что, как, что Кропается По размеру Сенсоров Так, ну, вот я добавил Еще один Такую вот Интересную картинку Касовкина То, как пример У нас обрезает Кроп Вот у нас, допустим Есть 4-Frame 720 4-D Вот это вот То, что в центре Маленькое Такое Страшненькое Это то, что у нас Обрезается Если я использую Кроп Желтые полосы Собственно Это остатки Кропсенсора Ну, и тут Еще, например Добавлено Микро Ну, собственно Давайте смотреть Что у нас Обрезается При использовании Цифрового Зуба Цифровой Стабилизации Видимо Итак Делаем Блокнот Блокнот Хотя Нужен Блокнот А возьмем Что-нибудь Типа Вот такой Программы Построим Мы Табличку Так Здесь у нас Значения Стандартные Будут Так Так Размешиваем На Выставить Ну, 1,0,8,0 И дальше у нас Что у нас там 1,9,2,0 Ну, сейчас будем Посмотреть И записывать Это у нас 1,0,8,0,p Без крупа 1,0,0,0,p 1,0,8,0,p Цифры Ну, теперь в эту табличку Записываем Что у нас получилось По размеру наших слоев Ну и собственно Пишем Это у нас Без крупа Так Смотрим это мы добавили вот в картинку как она что обрезает и прекрасно видно что что у нас где цифровая стабилизация она у нас почти обрезает под кроп 1.6 вот если у нас в этом желтый это кроп 1.6 то цифровая стабилизация почти обрезает под кроп 1.6 а значит сторонние кроп объективы в которых покрытие почти ну нормально можно использовать в данном случае для записи видео по фото хуже не будет честно по фото выглядит все более чем лучше это же не так представим так мы собственно смотрим цифровая стабилизация у нас слой, размер ну и собственно тут все это переписывали так ну давайте сразу почитаем какой у нас кроп-фактор получился получается при цифровой стабилизации у нас кроп 1.11 и при улучшенной 1.4 скопителя собственно заполняем нашу табличку дальше тык 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 а вот здесь небольшой у меня вышел касты ну вот вы видите что он вправь выпадает в это вот пространство поэтому сейчас мне надо будет удалить вот это вот все черное так давайте сначала глянем на сколько у нас кропает 4К так давайте сначала глянем на сколько у нас кропает 4К так видите как я на сколько у нас кропает 2 накопит так запишем наше значение вое!!! ну еще раз strongest мы ставим 1 bow то ли зао как их катал 1 на 4К 12 европей Показатель, конечно, примерный, но вы понимаете, в чём у вас смысл. Так, как у нас кропается 4К, разместим, пишем 9,8, 562, изменить, 1,9 и тут, мне кажется, будет почти микро. Если я скажу про с улучшенной цифровой стабилизацией. Да, с улучшенной цифровой стабилизацией мы снимаем размер даже меньше, чем микро. Вот, посмотрите, если с простой цифровой стабилизации мы получаем микро, без простой цифровой стабилизации мы получаем почти микро, то с улучшенной цифровой стабилизацией мы пишем меньше, чем микро. Вот это вот, ну как-то так. Так, ну и смотрим у нас размер слоя. получается, что у нас 790 было, 790, 444 и 2,4 кроп. То есть, у нас получается кроп в 4К, где-то 1,7, цифровой стабилизацией 1,9 с улучшенной цифровой стабилизацией 2,4. Всего же типа 6. Так, ну теперь давайте посмотрим, сколько у нас кропается картинка при 720p. Для сравнения, если я делаю кроп от 100, то вы видите, что оно еще меньше все стало. Да, вот так вот оно все перекрупывается, без комментариев. Собственно, этот файл, я тоже, ну, короче, этот файл, вот эти скрины, они будут лежать ссылочкой на угол диск, где вы можете все это посмотреть. Так, ну и собственно, давайте еще сделаем вот с этими слоями, разберемся. Которые у нас сняты на ОЖГИ, как там, что с кропом. Так, только я их продублирую, для того, чтобы оригинальные слои не тронулись. Потому что эти сейчас будем обрезать. Так, раз, два, три. Собственно, сделали мы наши обрезки и вот что у нас получили. Вот, собственно, у нас это, которые обозначение, как у нас Full Frame отвечает от кнопы. Вы видите, что он как раз вот, вот это вот белое. Это, собственно, как к одному сенсору, ну и, собственно, все остальное тоже вот психростебилизация. Так, собственно, смотрим, собственно, как-то так уходит. Теперь мы смотрим у нас, что по этим фаям получается. так, это у нас круп просто. Так, подключаем. Так, круп один уже смотрим слой. Размер слой у нас получилось. Вот по отношению к ЛЖД. 679. Ну, конечно, потому что на кафе поле меня. Ну вот, 59, 1,59. Где-то так даже получается. Не 1,6 ровно, а 1,59. Ну, будем считать это погрешности моих рук. С цифровой стабилизацией слой или размер слоя. 1,002, 624, то есть 1,7 круп. И у нас улучшен цифровой стабилизацией. Так, слой, размер слоя смотрим. Улучшен цифровой стабилизацией у нас получается 841. Так, и 477. Получается аж 2,26 круп. Где-то так. Собственно, цифровая стабилизация. В случае использования ее с полным кадром. Она от него у нас отрезает аж целых 1,4. В 4К у нас кроп 1,7. А в 4К цифровой стабилизацией у нас получается общий кроп 2 с копейками. 2,5 почти. Ну, 2,43. Где-то так. Ну, это все, конечно, подсчеты группы. Но теперь примерно можно посчитать, как у нас меняется фонт. Не фокусное состояние, а угол обзора. Ну, и примерно вот как оно у нас смотрится в случае разных режимов. Разные обрезки. Да, одной и той же картинки снят. С одной и той же места на один и тот же объектив на разных режимах видео. Собственно, писать HD на этой камере спорно. Но использовать сторонние объективы просто не с полным покрытием, а с фистичным покрытием вполне можно. Потому что, ну, если уж они позволяют... Ну, сейчас, допустим, я открою. Так, 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 не загрузки. Нет. То есть в дополнение к этой инструкции Canon не смогли написать то, что пришлось нам сейчас самостоятельно вычислять. У нас примерная область. Я понимаю, что вы написали примерную область. Но, товарищи, вам вот тяжело было вот эту вот табличку добавить. Что у нас с цифровым углом столько окропается, с улучшенным столько. Столько-то окропается у нас с 4К. Столько с улучшенной ценовой стабилизацией. С простой ценовой стабилизацией. Столько с улучшенным ценовой. Вам это было тяжело так дописать? И чтобы можно было не мать голову. Кстати, суммарно, если получается сравнить кропот 4К. Вот, кропот 4К. То есть вот это вот с улучшенством ассимуляции. Мы еще кропнули два раза. Потом сделали с него Full HD. Так, где у нас 4К улучшенный. Собственно. Собственно, от кропнутого 4К. Вот мы посетительное безобразие. Это полный кадр. Это мы кропнули, получили 4К с кропом. А 4К с улучшенной ценовой стабилизацией. И если вот с этого улучшенного мы еще кропнем до Full HD. То есть вот с этого. То мы получим маленький-маленький кусочек. Размер которого, вот сейчас даже страшно посмотреть. Так. Это слой. Размер слоя. Ой. 390. 220. Так. Почти 5. В 5 раз кроп. 4,9 где-то. А в 200D у меня кроп 1,6. Вот равно. Так. И там еще и стройной цифровой зум. 4,8. То есть, грубо говоря, я могу получить точно такое же цифровое увеличение. Ну, как бы сказать, обрезок картинки. При помощи цифрового. Ну, таким вот образом цифровой зум. Да. В Топраке 200D есть цифровой зум. Но при этом, вон, это делается как бы встроенный формат. Вот. Ну, тут после программной обработки я могу получить примерно те же самые очень большой зум. Только он здесь заседает с тем, что я крупную 4К-картинку. Вот. Ну, по поводу сравнения качества и той самой 4К-картинки, где она у нас тут. Так. Вот. Ну, ставьте себе. 2 открываем. Вот. Собственно, вы сами все это можете посмотреть. Вот это вот 4К-картинка с крупом. Ну, тебе пальцем там пресло похоже немножко к камеру. Ну, вот это, собственно, скропа 4К. Ну, как-то вот так оно отличается. Если вот это учесть, что вот это вот было 4К без цифровой стабилизации. Вот. 4К без цифровой стабилизации. А это 4К с кропа. Джекроп от 4К. Вот, собственно, как-то так получается. Ну, собственно, для тех, кому это интересно или не интересно, результат у нас статьи вышли, достаточно интересные. И, собственно, теперь дальше. Вот эти вот 3 видео. Сейчас все про символ посмотрим, как она там у нее. Так. Добавляем еще. Так, я вот тут скриншоты. Добавляем еще нашу сигму. Ну и, собственно, мы видим прекрасный результат. Вот у нас кроп-объектив. Мы его одели. Мы получили картинку-тинжек. Мы добавили цифровой стабилизации, числично кропную картинку. Еще добавили стабилизацию. Теперь размер кропа. Кроп получается 1,3-4 с кропиками. У нас хватает на столько, чтобы погасить эту самую винлетку. А, значит, такой вот объектив можно спокойно использовать для записи Full HD с использованием цифровой стабилизации. Собственно, вот такой вот интересный момент. Ну, теперь, собственно, пойдут вот эти вот 3 ролика, которые я записал на разные объективы. Но потом, собственно, результаты мы уже получили. Ролики идут для того, чтобы вы могли сами сделать замеры. Также в комментариях к видео будет приложено вот этот вот файл. И два файла, которые будут приложены. С Индостаром и с Сигмой. Чтобы мы сами могли посмотреть, как и что. Ну и также вот эти вот скрины, на основе которых они на скрины не будут, только вот эти вот два файла. в формате нашего GIMP. Павел стоит как. Почему не Photoshop? Почему не что-то другое? Ну, извините. Я тут... Мои полномочия. Ну, все. Что есть, то есть. Ну, что ж. На этом всем пока и до новых встреч. А дальше вы можете посмотреть эти вот видеоролики, они пойдут на Ютубе и все. Ну, что ж. И там, собственно, я еще сам не знаю, какие результаты получились. Ну, что ж. Сейчас, наверное, будет ветер. Плохо меня слышно. Но... Ой, погодка она такая. Потому что вот с одной стороны у нас облачко. С другой стороны у нас вот такое вот полностью открытое небо. А там еще, тем более, все лучше, чем надо. Ну и, собственно, цель нашего сегодняшнего теста. это посмотреть, как сильно у нас скропается картинка в RP при использовании разных режимов записи видео. Ну и, собственно, для этого представим разные объективы. Сейчас у меня стоит 50 миллиметров, Индустар 50-2. Выглядит камера абсолютно нелепо. Да, нелепо. Ну, при этом у нас изменилось нечто и другие вещи. Хоть я тут и был месяц назад. Видео в месячной давности я до сих пор еще не выложил. Но при этом мне заинтересовалось следующее. А как сильно, собственно, окропается картинка в разных режимах видео с разными параметрами. Вот сейчас у нас Full HD без кадрирования, без цифровой стабилизации. И просто 50 миллиметров кокса расстояния. Да, на Неве появилась навигация. Вы только посмотрите. Месяц назад тут проплывал я всего лишь несколько корабликов Росгвардии. И все. А сейчас корабли вернулись на него. Эй, меняется, меняется. И это возвращается в город нормальной жизни. Ну что ж. С кадра статичного почти концкамеры мы переключаемся на режим цифрового зума. Не зума. Цифрового стабилизации. Простой. Добавил я простую цифровую стабилизацию, которая немножко обрезала картинку. Хотя, мне кажется, эта стабилизация работает, не работает с бесконтактным объективом, я не знаю. Но я вижу только одно, что значок этой самой стабилизации мигает перечокнуто, не перечокнуто. Ну вот, как-то так. Так, увеличим цифровую стабилизацию, сделаем ее на максимальную мощность. В случае с максимальной мощностью, так называемого цифрового стабилизатора, кроп виден в большей мере. Ну, сами видели, что было на 50 мм, без кропа цифровой стабилизации. И сейчас у нас с стабилизацией. Собственно, этим самым весь смысл от большого жирного полного кадра на данной камере пропадает. Надо использовать кроп объективы, чтобы использовать самую цифровую стабилизацию. Так, диафрагма у меня открыта. Так, ну, пишу я, конечно, полностью в автоэкпозиции, потому что я лень все это крутить. Так, теперь мы добавляем кроп мод. Так, включили мы так называемый кроп мод. Это кроп 1.6, ну, и видео HD. Для того, чтобы показать, что это видео HD, как вам то, что картиночка, ну, в центре кадра? Да, 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 Full HD, рпишка не пишет, канал, вы сволочи. Ну, собственно, вот так оно выглядит без цифровой стабилизации, просто кроп мод HD видео. Теперь добавляем цифровую стабилизацию. Добавил базовую цифровую стабилизацию. Картинка еще кроп, кроп от кропа. Извращение, да? И выглядит она, ну, даже на экранчике фотоаппарата, выглядит она очень плохо. В цифровой стабилизации и кроп модом мы включили максимальную, так называемую, цифровую стабилизацию. Это кроп, ну, в виде, стал больше, чем надо. От кунсткамеры осталось только одна башенка. В плане того, что видно на картинке. Ну, теперь переходим к 4К. Ну, собственно, у нас 4К. Оно у нас также с кропом. Вы видите, какой тут кроп. Ну, и, собственно, все 4К варианты будут показаны еще также со стопроцентным кропом под Full HD. То есть, вот сейчас вы видите, как бы это сжимаем 4К до полного размера экрана. Ну, то есть его сжимаем до Full HD. И потом будет то же самое, просто кроп один на один в пиксель в пиксель. Так, теперь переключаемся на цифровой зум. Все говорю неправильно. Не цифровой зум, а цифровая стабилизация. Цифровая стабилизация в 4К крупного картинка. Ну, на экранчике она выглядит поприличнее, чем в режиме кроп видео, где мы пишем HD. И добавляем теперь максимальную цифровую стабилизацию. Добавил я максимальную цифровую стабилизацию, 4К. Да, ну и, собственно, от сконс камеры осталось чуть башенка, даже, мне кажется, меньше, чем в формате HD. Но тут пикселей больше. Правда, насколько эти пиксели хороши и жирны, ну, вы увидите это все, да и я это увижу. После того, как еще раз сожму картинку, точнее, крупную картинку от 4К до Full Frame. Так, а теперь вот эти все три варианта 4К будут идти после того, как, собственно, перед тем, как я поменяю объектив. И меняем объектив. Ну, а вы пока можете посетить стопроцентный кроп под 4К. Ну, собственно, у нас 4К. Оно у нас также с кропом. Вы видите, какой тут кроп. Ну и, собственно, все 4К-варианта будут показаны также со стопроцентным кропом под Full HD. То есть, вот сейчас вы видите, как бы это сжимаем 4К до полного размера экрана. Ну, то есть его сжимаем до Full HD. И потом будет то же самое, просто кроп в один на один в пиксель в пиксель. Так, теперь переключаемся на цифровой зуб. Все говорю неправильно. Не цифровой зуб, а цифровая стабилизация. Цифровая стабилизация в 4К, крупную картинку. Ну, на экранчике это выглядит поприличнее, чем в режиме кроп видео, где мы пишем HD. И добавляем теперь максимальную цифровую стабилизацию. Добавил я максимальную цифровую стабилизацию, 4К. Ну и, собственно, от концкамеры, ну, осталось, ну, чуть башенка даже, мне кажется, меньше, чем в формате HD. Но тут пикселей больше. Правда, насколько эти пиксели хороши и жирны, ну, вы увидите это все, да и я это увижу. После того, как еще раз сожму картинку, точнее, крупную картинку от 4К до фрейма. Так, а теперь вот эти все три варианта 4К будут идти после того, как, собственно, перед тем, как я поменяю объектив. И меняем объектив. Ну, а вы пока можете посетить стопроцентный круп от 4К. Так, поменял я объектив, картинка как бы стала ширше, шире. Но вы видите, что это HD, потому что я поставил Canon 1855, да. Типичный китовый кроп. Объектив поставить на фулл-фрейм камеру. Все знают о возвращениях, да? 18 миллиметров, 24 миллиметра, 35 миллиметров и 55 миллиметров. Ставить, конечно, такой объектив на фулл-фрейм тоже бы. Ну, если бы, конечно, я ставил его на Canon R, да, от него был бы смысл. Писалось бы в Full HD видео. Пусть хоть и на темном объективе. Но у нас RPE, она пишет только HD. Так, ну что ж, вот это, собственно, HD 1855. Опять переключаемся, добавляю цифровой зум. Так, снова я оговорился, не зум, а цифровая стабилизация. Скажи, если, короче... Ну, короче, в этой камере цифровой зума нету, но цифровая стабилизация есть, но я ее называю зумом. Это ошибка, допишу в комментах потом. Ну, собственно, это у нас 18 миллиметров, 24, 35, 55, 18. Ну, да. Вообще-то, сколько раз я вообще пользовался объективом на улице? Я даже не помню. В основном я сразу перешел на 24, 55, 250, 18, 400. Блин, я что, второй или третий раз этот объектив соберут с собой куда-то... Походу, да. Не часто этот объектив соберут. Так, ну что ж, добавляем еще больше цифровой стабилизации. Максимальная цифровая стабилизация у нас 17,55. Это одни из последних моделей, 18 миллиметров, 24, 35, 55. Как-то так. Ну и, собственно, вот 18,5 миллиметров опять. Так, ну, собственно, из режима Кропос HD видео переходим в режим Кропос 4К видео. У нас 4К, 18,55 и мы без цифровой стабилизации, которая у нас кропает картинка. Ну, 18 миллиметров, 24 миллиметра, 35 миллиметров, 55 миллиметров. В прошлый раз, когда я пробовал этот 4К, я использовал, ну, 18,55 и, короче, 18,400. И мне не понравилась фокусировка. Ну, вот на 18,400, ой, вру, 18,55 вот этом автофокус... Вы не поверите, он рабочий. Автофокус стал рабочим. Хотя у них какой-то режим фокусировка стоит. Короче, в 4К автофокусировка более-менее стала срабатывать. Конечно, до Dual Pixel это далеко, но в плане такого не работает, а автофокус работать начал. Так, ну что, добавляем мы цифровую стабилизацию. Звук стал еще хуже, потому что у нас ветер. Ну, добавили немножко цифровой стабилизации, и теперь у нас картинка еще больше круглась. 18 миллиметров, 24, 35, 55. Так, это мы сделали. Даааа. А вот кто невеселый. Так, ну что ж, добавляем еще больше цифровой стабилизации. 4К 18, 55 и как можно больше цифровой стабилизации VRP. Картинка максимально колокнута. 18 миллиметров, 24 миллиметра, 35 миллиметров, 55 миллиметров. Собственно, как-то вот так. Ну, оно вот такое вот, оно дает картинку. По поводу автофокуса. Ну, вот на руку мою оно вроде сработало. Если я буду крутить, вертеть, то вроде бы автофокус сейчас работает лучше, чем когда я им пользовался на не с тем объективах. Ну, во-первых. И, кажется, все-таки автофокус есть. Он работает. Только ему нужно правильный объектив дать. Например, ну, с темностью такой 18, 55. А вот что-то типа некоторые другие объективы. Ну, тут, конечно, я не использую большой зум. Но вот больше зума сделал, оно стало дольше думать. Ну, вон вертолетик летит. Хыыы. Забавно. Ну, вы видели, как роллер-шаттер превратил вертолет в невращающие лопасти. Не, мне это нравится. А что у нас? А, выдержка 1,800. Дырка. Ой, сок там. Дырка, дырка, дырка. Дырка 11. Ну, собственно, все это самое. Теперь уже с кропом мы будем с вами видеть в Full HD. Пробуем все это до Full HD. Так сказать, ужимаем, не ужатая. Ну, и что же. Ну, и меняем также с этого объектива. Сейчас это будет 4К будет еще раз показано. Мы поменяем на другой объектив. На вертолетик прикольно полетел. Так, ну что ж, меняем объектив. У нас 4К, 18,55. И мы без цифровой стабилизации, которая у нас кропает картинку. Ну, 18 миллиметров, 24 миллиметра, 35 миллиметров, 55 миллиметров. В прошлый раз, когда я пробовал этот 4К, я использовал, ну, 18,55-90,50 и, короче, 18,400. И мне не понравилась фокусировка. Ну, вот на 18,400, ой, вру, 18,55 вот этом автофокус, вы не поверите, он рабочий. Автофокус стал рабочим. Хотя у них хочется режим фокусировки стоять. Короче, в 4К автофокусировка более-менее стала срабатывать. Конечно, до Dual Pixel это далеко, но в плане такого не работы, а автофокус работать начал. Так, ну что, добавляем мы цифровую стабилизацию. Звук стал еще хуже, потому что у нас ветер. Но добавили немножко цифровой стабилизации, и теперь у нас картинка еще больше круглась. 18 миллиметров, 24, 35, 55. Так, это мы сделали. Даааа. А вот кто невеселый. Так, ну что ж, добавляем еще больше цифровой стабилизации. 4К 18, 55 и как можно больше цифровой стабилизации VRP. Картинка максимально колокнута. 18 миллиметров, 24 миллиметра, 35 миллиметров, 55 миллиметров. Собственно, как-то вот так. Ну, оно вот такое вот, это картинка по поводу автофокуса. Ну, вот на руку мою оно вроде сработало. Если я буду крутить, вертеть, то вроде бы автофокус сейчас работает лучше, чем когда я им пользовался на не с кем объективах. Ну, впервые. И, кажется, все-таки автофокус есть. Он работает. Только ему нужно правильный объектив дать. Например, ну, с темностью такой 18, 55. А вот что-то типа некоторые другие объективы. Ну, и тут, конечно, я не использую большой зум. Ну, вот больше думы сделал, оно стало дольше думать. Ну, он вертолетик летит. Хыыы. Забавно. Ну, вы видели, как роллер-шаттер превратил вертолет в не вращающие лопасти. Не, мне это нравится. Что у нас? А, выдержка 1,800. Дырка. Ой, сколько там. Дырка, дырка, дырка. Дырка 11. Ну, собственно, все это самое. Теперь уже с кропом мы будем с вами видеть в Full HD. С кропом все это на Full HD. Так сказать, ужимаем, не ужатая. Ну, и что ж. Ну, и меняем также с этого объектива. Сейчас это будет четырехташное, будет еще раз показано. Мы поменяем на другой объектив. Наверное, этот прикольно полетел. Так, ну что ж. Меняем объектив. Так. Ну что ж. У нас снова Full HD. У нас снова запись на Full HD. И у нас сейчас стоит объектив сигма 30 миллиметров f4.1. Но это не артовская сигма, это какая-то старая сигма еще древних годов. У нее не стабилизатора, только щелчочек автофокуса. Так, на руку. Давай на руку. Так, не начисли. Ну, как-то так. Ну, автофокус. Это фокус. Это сигма работает. Собственно, по краям вы видите, вот рука въезжает в кадр. Вот тут виниеточка. Рука в кадр. Виниеточка. Значит, собственно, у нас был Full Frame объектив и у нас был стандартный кроп объектив от EFS. И теперь у нас кроп объектив стороннего производителя, который можно использовать на данной камере. Ёж-маёж. Вы посмотрите, какая лодка проплывает. Японский городовой. Замавно смотрится. Так. Ну, собственно, вопрос. А нафига ты такое используешь, что нельзя купить? Нет. Можно купить, конечно, ЕFS оптику, РФ оптику, но если, допустим, у нас есть кроп объективы, которые спокойно и дают работать. То есть, там, в том числе, аппарате, в режиме Full HD, и при этом можно, допустим, самую цифровую стабилизацию, чтобы не было обидно. В данном случае такое возможно и оно достаточно не обидно. Ну, что ж, добавляем, добавляем цифровую стабилизацию. Добавил я цифровую стабилизацию. Ну, собственно, так, фокус. Так, что-то у меня потерялся фокус. О, нашелся. Атофокус у меня этот, по лицам и не по лицам. Как бы, следящий. Ну, давайте посмотрим, насколько он умеет хорошо следить. Вот у нас кораблик. Вот у нас кораблик. Давай, следи за корабликом. Ну, вроде умеет. Ну, что. Навигация пошла. И вполне четливо он следит. Ну, хорошо будет, поскольку кораблик уйдет. Да, он потерял кораблик. Ну, не суть важно. Это у нас цифровой стабилизацией. Простой цифровой стабилизации. Так, теперь мы добавляем улучшенную цифровую стабилизацию. Так, сейчас я поставлю, так, чтобы было по центру. Ну, вот мы добавили максимальную, улучшенную цифровую стабилизацию. И его чудо, виньетка пропала. А значит, эту сигму 1.4 можно использовать как в режиме Full HD. Все нормально. И плюс, я могу пользоваться этой самой цифровой стабилизацией. Хотя, насколько она вот работает. Вот давайте, потрясу я камеру. Вот я сейчас пальцем трясу камеру. А у меня... Вы не поверите, картинка стоит. Вот я вот пальцем сейчас трясу камеру. Ой, я ее трясу. Ох, у людей свадьба. Ну, носок, но вот видно, если я резко немножко двигаю картинку, то вот по краям может появиться та самая виньетка. Ну, собственно, то, что обрезается. Но, в другом формате, в общем, вот такой сигме, эта самая стабилизация отрабатывает все нормально. Ну, и может хоть ее использовать, что тогда этот объектив хоть можно использовать. Ну, в более-менее полной мере. Так. Ну, и снимать видео, ну и конечно, ну да, конечно, проще купить, нормальный, 3520, стабилизации, все, но, в случае добавления, так сказать, икропа, ну, укропа, эта картинка, но не суть важно. То есть, это сигма, которая, как бы, теоретически светлее на один стоп, должна хорошо себя отрабатывать. что перейдем в кроп-мод. У нас снова две картинки, у нас с вами кроп-мод, и, собственно, вот так вот, получается, такой размер, 30 миллиметров, без какого-либо кадрирования, модерирования, и так далее. Ну, что ж, добавляем цеповую стабилизацию. Добавили эту самую стабилизацию, картинка кропнулась, ну, не так уж сильно. Собственно, вот, как-то так оно выглядит. Ну, и вот я трясу камеру, пальцем. Собственно, тряска не так чувствуется. Добавляем теперь улучшенную стабилизацию. Максимум стабилизации для стабилизации. Ну, собственно, что мы получаем? Картинка говно. Честно, вот, дерьмо полное, потому что HD еще кропнутая, с руковод About если на экранчике оно уже вылетит полным говном. Что хотите? Специально обрезаем функциональность для EFS объективов. Как сказал один блогер, RP — для видео — не подходит. Ну, у нас любительское видео, они профессиональные. вот ну шо ж теперь мы переходим в режим так называемого 4k итак третий раз пытаемся записывать 4k с этой силой первый два раза закончилась скорости карточки памяти внезапно перестала хватать хотя до этого писали 4k и скорости хватало глюк не глюк но высокая попробовал автофокусом начал тупить ну что ж вот у нас 4k без цифровой стабилизации ну и собственно на эту самую фигму как видите то что она кроп объектив это после него с тем что 4k здесь с кропом а теперь мы что делаем добавляем цифровую стабилизацию добавили цифровую стабилизацию теперь у нас получается встал кроп еще больше но кроп в кропе целом ну не так-то сильно обрезан опять же мы выигрываем счет того что используем сигму который у нас идет синьеткой мы используем вполне можем функционально использовать то есть как вариант для ну конечно да купить лучше 35 20 и не париться но другой стороны а 35 20 я теряю то самое что у него есть угол обзора а так где ты наверное получает 35 метров на счет того что это сигма 30 миллиметров ну что же добавляем максимальных цифровую стабилизацию сигма 30 миллиметров 4k максимальная цифровая стабилизация собственно ветер опять усилился я не знаю но перезаписывать я его не буду уж извините это питер тут такая погода и что тебе не нравится что-то не пугаешь своим значком что опять скорости записи не хватает потрясом немножко камеру камера трясется а вот картинка статично ну чтож собственно как она пишет дальше по поводу фокусировки как я говорил не родной объектив фокусируется у нас ну похуже чем родной ну и плюс фокусное расстояние или допустим говорить про фокус на расстояние 30 миллиметров мне кажется она отрабатывается куда лучше чем что-то побольше или поширше пал по уже точнее не поширше сейчас на широкий угол целом она вроде работает автофокус пытается работать не в обиду адептом микро но я пробовал кое-что из панасоников я был неправ в рпи есть автофокус не сравнивать его с панасониками знаете это камеры на микро и у которых есть очень хорошая прекрасная стабилизация но при этом у панасоника сложные работающий автофокус здесь не конечно работает но спорную целом как то так теперь все вот это вот добро будет еще раз вам показано формате каком формате она будет показано формате кроп от 4 к полный мы собственно потом запущу обыску и будем что насколько как в чем укроп и переходим на повтор высоком ас 4 как что происходит сейчас кстати добавлю немножко экспо корицы посетее сделаю правда небо ушло в пересвет ну смотрите как хорошо конст камера вылезет так а ну да бы был авто и все было на авто как и экспозиции собственно как-то вот так теперь давайте посмотрим все это еще раз и после чего мы перейдем к рассмотрению насколько все-таки сильно кропится картинка по стоп-кадрам ну и собственно вот это вот пункт камера она вот где моя рука ванна вот вот здесь стоит вот на набережной новость и на дворцовом мосту ее прекрасно видно точка съемки не изменилось ну чтож пошли смотрели пересматривать это видео и потом еще смотреть что же у нас стало с настоящим кадринг сравниваем насколько сильно кропается в каждом режиме ну что ж пошли дальше так итак третий раз пытаемся записывать 4k с этой силой первые два раза закончилась скорости карточки памяти внезапно перестала хватать хотя до этого писали 4k и скорости хватало глюк не глюк но кусок я попробовал автофокусом начало купить ну чтож вот у нас 4k без цифрового стабилизации ну и собственно на эту самую симму как видите то что на кроп объектив это просто не раз тем что 4k здесь с кропом а теперь мы что делаем добавляем цифровую стабилизацию добавили цифровую стабилизацию теперь у нас получается встал кроп еще больше но кроп в кропе целом ну не так-то сильно обрезан опять же мы выигрываем счет того что используем сигму который у нас дает синьетской мы используем вполне можно функционально использовать то есть как вариант для ну конечно да купить лучше 35 20 и не париться но другой стороны а 35 20 я теряю то самое что у него есть угол обзора а так где ты наверное получает 35 метров на счет того что вот эта сигма 30 миллиметров ну чтож добавляем максимальных цифровую стабилизацию сейма 30 миллиметров 4k максимальная цифровая стабилизация собственно ветер опять усилился я не знаю вот перезаписывать я его не буду уж извините это питер тут такая погода и что тебе не нравится что-то не пугаешь своим значком что опять скорости записи не хватает потрясом немножко камеру камера трясется а вот картинка статично ну чтож как она пишет дальше по поводу фокусировки как я говорил не родной объектив фокусируется у нас ну похуже чем родной но и плюс фокусное расстояние или допустим говорить про фокусное расстояние 30 миллиметров мне кажется она отрабатывается куда лучше чем что-то побольше или поширше по уж точнее не поширше сейчас на широкий угол целом она вроде работает автофокус пытается работать не в обиду адептам микро но я пробовал кое-что из панасоников я был неправ в рп есть автофокус если сравнивать его с панасониками знаете это камеры на микро и у которых есть очень хорошая прекрасная стабилизация но при этом у панасоника сложный работающий автофокус здесь не конечно работает но спорную целом как-то так теперь все вот это вот добро будет еще раз вам показано формате каком формате она будет показано формате crop от 4k полный мы собственно потом запущу обыску и будем что насколько как в чему пропали переходим на повтор насколько у нас 4 как что происходит сейчас кстати добавлю немножко экспо корицы посвятее сделаю правда небо ушло в пересвет но с этим хорошо конст камера вы так а ну да бы был авто и все было на авто как и экспозиции собственно как-то вот так теперь давайте посмотрим все это еще раз и после чего мы вот перейдем рассмотрение насколько все-таки сильно пропаться картинка по 100 кадрам ну и собственно вот это вот он с камера она вот где моя рука вон а вот вот здесь стоит вот на набережной новость и на дворцовом мосту ее прекрасный точка съемки не изменилось ну что ж пошли смотри пересматривать это видео и потом еще смотреть что же у нас стало с настоящим кадрингом сравниваем насколько же сильно пробовать в каждом режиме ну что ж пошли дальше